Открывай кейсы Браво по 99 рублей. Кейсы, где выпадают только одни ножи, где выпадают только красные предметы, сувениры, капсулы. Выполняй миссии и получай скидку. Все это в магазине кейсов из Counter-Strike Global Offensive. EasySkinSorg. Не пропусти. Ссылка в описании. Приветствую, друзья. В сегодняшнем нашем видео мы рассмотрим основу, или правильно сказать, эволюцию защиты команды Fnatic на карте The Cobble. Многие мне пишут, сними также видео про атаку, как нужно атаковать на той или иной карте. Я, конечно, был немного удивлен таким предложением, ведь если я показываю защиту, то вы видите и атаку какой-нибудь команды, в чем заключался успех в раунде, а в чем была неудача. Во-вторых, не забывайте, что это профессиональный киберспорт, и здесь в некоторых, может даже во многих случаях, команды готовятся под соперника. То есть под тот дефенс, под тот дефолт, на котором основывается защита дуэльной команды. И в конце я покажу вам матч команды Ennis против Fnatic, где команда Ennis выстраивает свою игру, свою атаку и защиту, полностью изучив соперника. То есть в некоторых, может даже во многих случаях, нет смысла говорить об атаке, если мы не знаем, на чем основана защита какой-нибудь команды. Изначально Fnatic, как и многие другие команды, играли карту The Cobblestone в защите по схеме 2 плюс 3. Но на чемпионате мира в Катове 2015 года, в полуфинале против Virtus.pro, у черно-оранжевых, на карте The Cobblestone возникли серьезные проблемы. Во-первых, проблемы возникли в атаке. Fnatic начинали за террористов и взяли всего лишь 6 раундов. То есть все остальные раунды, а это 10 раундов, чтобы выиграть карту, им нужно было набирать, играя за защиту. На карте, которая являлась их пиком. Но игра за защиту по такой схеме 2 плюс 3 показала серьезные недочеты. Во-первых, никак не клеилась игра на центре у JV, что с АВП, что с другими девайсами. Может быть на тренировках и прахах у него все было в ажуре, но здесь, в реале, в полуфинале с фококлассной командой под названием Virtus.pro, игра у него не шла. И в особенности с АВП. Во-вторых, троим игрокам на веб-ленде не всегда удавалось принимать там выход. О чем говорит сам счет. Счет был 15-12 в пользу шведов, но поляки смогли свести эту карту к ничей, то есть к допам. На которых, к счастью, все-таки черно-оранжевые лежали вверх со счетом 19-17. Такая неуверенная победа, скользкая победа, а повернись пару моментов по-другому. Да, не факт, что фнатики могли выиграть, взять эту карту. Им, соответственно, после уже чемпионата нужно было делать определенные выводы. Сложить все по-другому, проигрыш на этой карте для фнатиков мог стоить гранд-финала. Ведь поляки из команды Virtus.pro находились у себя на родине, в польском городе Катовице, и получали огромную моральную поддержку от многотысячной армии поклонников. Шведам еще раз предстоит встретиться с поляками с командой Virtus.pro в полуфинале, но уже на следующем чемпионате мира, и опять же им придется играть карту D-Cobblestone, но это будет уже другой D-Cobbl с другой защитой и атакой от шведов. К сожалению, осознание того, что с картой нужно работать, придет к фнатикам не сразу. Она придет им 11 июня 2015 года в рамках Фейсет Лиги, где они будут встречаться с французской командой Титаны, Титанами, которые еще будут тогда в старом составе, где будут играть Апекс и Кеннис, и они проиграют свою сильную карту, карту D-Cobblestone со счетом 7-16. Причем из 7 раундов они 1 раунд возьмут в атаке, а 6 в защите. Этот матч послужит для них холодным душем, и они поймут, что с картой D-Cobblestone нужно работать, и причем серьезно работать, если не хотят, чтобы эта карта была их пиком и была их сильной картой. Менее чем через месяц, 5 июля 2015 года, в гранд-финале на турнире ЕС Элисея Бро Лига Сезон 1 Файналс, против американской команды Cloud9, фнатики покажут на карте D-Cobblestone новую систему защиты по схеме 1-1-3. В новой защите роль Флюши не изменилась, он оставался опорным игроком Апплэнда и начинал свою игру в боковом. Цель Флюши собирать информацию, если он видит флешки, слышит соперника, ему не нужно ни в коем случае рисковать, он сделал минус, это хорошо, он отходит назад и тянет время. Время работает, точнее время находится на стороне контртеррористов, чем больше он уиграет, тем лучше. То есть увидел соперников, откидывает смок, контролит смок, начинает проходить смок, откидывает флешку и отходит назад. В таком стиле. Цель Флюши тянуть время, собирать информацию, если он чекает миду, то чекает обычно под флеш. Вторым игроком Апплэнда, или правильно говорить, хелпующим, стал Алафмайстер. Я очень удивился этому, потому что его основная позиция в старой защите была здесь на пятаке, принимать выход с мейна Б. Наверное, у Алафмайстера это лучше всего получалось и всех игроков, но его переместили сюда. Это его дефолтная позиция, здесь он чекает выход на миду, чтобы Флюша, соответственно, который играет здесь, не был, его не застали врасплох спину. Алафмайстер также по таймингу может откидывать смок. В том случае, если выход идет не на Аплэнд, а на Бплэнд, он играет в коннекторе и начинает контролить выход с окна в дропрум. То есть Алафмайстер играет коннектор миду. Пронокс капитан команды. Его цель принимать выход с дропрума. Ну и заметил, что самый удачный вариант для Пронокса это именно в этой позиции под углом. Когда соперник начинает выходить, он начинает с ними стреляться, и тогда неплохо у него получается. Бывают такие еще фишки, когда он садится спиной и ждет, когда полетит флешка. Флеш полетел, он поворачивается и начинает принимать соперников. Ну, здесь обычно в дропруме я заметил, что игра у него идет неудачно. Джей Ви заменила Лавмейстера. Его цель принимать выход теперь с мейна Б. Это подсмок, который кидает кто-либо из-за команды, потом он кидает. То есть три игрока на Аплэнде, три опорных игрока, все они по очереди кидают сюда дымовую гранату. И цель, соответственно, Джей Ви это контролить смок, если пошел выход, соответственно, принимать этот выход. Третий опорный игрок Бплэнда это Кримс. Его цель помогать своим тиммейтам. Если проводился Пронакс, он начинает принимать выход с дропрума. Если проводился Джей Ви, он начинает принимать или помогать, соответственно, оббивать атаку с мейна Б. Вот такая несложная защита. Не забывайте, что это дефолт. И у такой системы защиты могут быть свои какие-то вариации. То есть защита в стиле 1 боковой, 1 middle connector. То есть 1 плюс 1 и плюс 3. В первом же пистолетом раунде вырисовывается схема, в которой никто не отыгрывает middle. То есть алофмейстер сразу же бежит в коннектор. Трое игроков начинают закрывать быстрый выход через апдаун на бэплэнд. Заметив, в какой схеме становятся здесь фнатики в данном случае, то есть они становятся в перекрестный огонь, но в этом раунде, к сожалению, перестрелять соперника у них не получится. Нужно будет проводить 2 эко и только уже в четвертом раунде, то есть с первой оружейки попытаться набирать раунды, играя за защиту. Первый оружейный раунд. Команда Cloud9 решает не менять свои девайсы и выйти с ними и сделать быстрый фас-выход через апдаун. Здесь Pronax не успевает откинуть моменталку, его сливают, разменивают Кеймза и ситуация становится 4 в 3, не в пользу защиты. Но здесь решающую роль играет JV, который со своим дробовиком МАК-7 делает 2 минуса, плюс он выигрывает время. За это время успевают перетянуться алофмейстер и флюша, и ситуация быстро превращается 2 в 1. Бомба лежит на виду контртеррористов, алофмейстер контролирует ситуацию, и здесь у Шенгараса просто нет шансов, чтобы взять этот раунд. Счет становится 3-1. Пятый раунд. Оружайный. В этом раунде можно хорошо проследить за игрой флюша и понять его алгоритм действий. Он занимает в начале раунда боковой, по таймингу откидывает флешку, слышит, что бежит соперник, отходит сразу же назад, откидывает дымовую гранату и начинает контролировать смок. Идет перестрелка, он сливает соперника в дыму, делает такой очень важный минус в раунде. Идет такая серия разменов с той и с другой стороны. Флюша не рискует, контролит дым, отходит назад, то есть выигрывает такое необходимое для защитников время. Потому что атакующим нужно подождать, когда пройдет смок, проверить все нычки, все углы, потратить на эту кучу времени и только потом выходить на аплэн, если нет, конечно, это планировали. Флюша занимает позицию в конце раунда в самом пленте. И сейчас самое главное, это получить информацию, потому что конец раунда идет на шифте, где находится соперник неизвестно. В прыжке он чекает мидл, замечает соперника, который его потом в перестрелке сливает. Устанавливается бомба, и сейчас смотрите внимательно, как идет игра в парах. То есть Кримс при установке бомбы не рискует выходить один, он ждет своего капитана Пронакса, чтобы синхронизировать свои действия. Идет такая четкая игра в пары, то есть выход с одной позиции сразу двух игроков. И раунд завершается, по сути дела, два в два, где команда Фнатик не теряет ни одного игрока. В следующий шестой раунд Фнатики проиграют. Второй раунд подряд неудачно сыграет Джи Ви на своей позиции. У него два раунда подряд никак не будет получаться наладить игру наверху на платформе, чтобы принимать выход с длины на вэплэн. То есть соперник будет просто выходить дым и сливать его, либо выходить под флешку. Под флешку, под монеталку, которую ты не видишь, потому что она взрывается где-то в дыму там на другой стороне. В раунда Джи Ви сливают, он не приносит пользу своей команде. И понятное дело, что и Джи Ви, и капитану команды уже по ходу игры нужно делать определенные выводы. Эти выводы будут сделаны, то есть они проиграют этот раунд, им нужно будет сделать эко-раунд, может быть пообщаться на нем. Да, и заметьте, как уже в восьмом раунде будет разыгрываться у нас выход с мэй на Б. Если вы смотрите на закупку в восьмом раунде, то увидите, что приоритет закупки идет в сторону раскидки. То есть игроки жертвуют винтовками, покупают себе фамасу, но покупают весь набор раскидки. Джи Ви думает, что ему купить, но опять же покупает весь набор раскидки и чешку, да, хотя мог купить фамас, там и одну гранату, например, какую-нибудь. Но он этого не делает, потому что нет смысла в этой защите без раскидки, да, она теряет свой смысл, и твои винтовки просто могут здесь не помочь. В этом раунде Джи Ви уже не занимает свою позицию наверху, он становится внизу, чтобы принимать выход, если он пойдет. А Кримс отходит в самый дальний угол и начинает ждать игрока, который все время выходит в смок. Делает свой минус, Джи Ви запрыгивает наверх, подбирает автомат Калашникова и опять занимает свою любимую, может быть, не совсем удачную позицию. Так они подловили соперника, который повторяется каждый раунд одним и тем же выходом в этот смок на эту платформу. Этот восьмой раунд я бы назвал раундом Аллафмейстера. Посмотрите, какую работу совершает этот парень. То есть, как он отыгрывается в своей позиции миддл плюс коннектор и какие минусы он в итоге потом сделает. В начале раунда бежит в коннектор, откидывает свою зажигательную гранату вверх обдауна. Это делается для того, чтобы исключить быстрый выход, фаст выход в дроп рум, потому что эта позиция оставлена. В ней в начале раунда один Пронакс, так как Аллафмейстеру тоже нужно еще отыгрывать миддл, прочекать его, откинуть там свою дымовую гранату, чтобы держать выход, если он там возможен. Вот, и Пронакс у нас остается в этой позиции один. Вы помните, что Кримс отошел туда, в дальнюю часть плэнда, чтобы помочь Джей Ви отстрелить соперника, который все время выходит у нас на платформу. И Пронакс у нас один, он тоже через примерно 7 секунд откинет свою зажигательную гранату. И команда Клоуд Найн медленно будет перетягиваться через миддл и боковой, чтобы начать свою атаку на плэн. В Лафмейстер он отлично отработает свою позицию за тачкой, показав хорошую стрельбу, сделав 4 минуса за раунд. В следующем раунде отличную игру покажет Джей Ви. Он уже не будет занимать верх платформы, а станет внизу и начнет нашивать дым, пытаясь таким образом найти все время выходящего из дыма соперника. Сначала делает один минус, потом второй минус, и только после этого уже запрыгнет наверх и в итоге еще сделает третий минус. Здесь важно отметить игру в парах. Джей Ви будет красный, у него останется немного здоровья, и он сразу же меняется в этой позиции Кримсом. Оставшемуся в живых одному игроку из Клоуд Найн есть только один выбор, это сейвиться, потому что атаковать одному пятерых шведов нет никакого смысла. Вот еще один интересный раунд при счете 5-6. Поранок садится спиной к выходу, чтобы его не зафлешили, но неудачно поворачивается. Его сливают, сливают в пленте Кримса, но быстро на хелпу прибегает Алофмессер, который разменивает Кримса. Разменивается Джей Ви, свой минус делает Флюша, и ситуация остается в 2 в 2. Устанавливается бомба, во время установки Алофмессер сразу же бежит и сливает еще одного соперника, и остается ситуация 2 в 1. Обратите внимание на тимплей шведов. Алофмессер с Флюша делает башню, и Скадуил, который на них выходит, просто такого не ожидает, мажет, и фнатики берут еще один раунд, в какой же раз подряд выигрывая Клачи. Первая половина встречи закончилась со счетом 8-7 в пользу шведов. Это при том, что черно-оранжевые проиграли пистолетный раунд, а выиграв его, счет мог быть вообще 11-4. Во второй половине встречи, к сожалению, у фнатиков опять сплут проблемы в атаке. Причем очень серьезные проблемы, так что им при счете уже 8-14 придется ставить в матче паузу. И только после этого, спокойно все обсудив, шведы начнут набирать раунды, но выиграть или хотя бы свести матч к ничей не получится. Они проиграют эту встречу со счетом 14-16. Отыграв этот сложный матч, как шведам, так и американцам нужно будет делать выводы из своей игры. И в первую очередь, конечно же, из своей атаки. Ведь Клоуд Найн взяли в игре 2 пистолетных раунда, то есть по сути дела ты берешь 6 раундов. И повернись пару моментов в игре по-другому, не факт, что они бы выигрывали эту встречу. Счет 16-14 говорит о том, что на карте была равная игра. Это была серия Б-105, и следующие 3 карты Клоуд Найн проиграли. А фнатики выиграли гранд-финал на этом турнире. И у них еще оставалось полтора месяца, чтобы отточить досконально, как защиту на этой карте, а самое главное, атаку. Ведь менее чем через полтора месяца им предстояло показывать свою игру на чемпионате мира в Кельне 2015. Ни в групповом этапе, ни в четвертьфинале нам не удастся увидеть карту Докобл в исполнении черно-оранжевых. Может быть потому, что они переберегали этот пик на более поздний срок. И только в полуфинале, играя со своими старыми знакомыми из команды Virtus.pro, эта карта будет выбрана, и причем она окажется решающей картой, третьей картой, потому что счет встречи будет 1-1. Я не знаю, на что надеялись поляки из команды Virtus.pro, но тот Кобл, который показали шведы, коренным образом отличался от Кобла, который они играли полгода назад на Катовице 2015 года против тех же самых поляков. Карта была готова у фнатиков на все 100%, как в плане защиты, так и в плане атаки. Они начинали за дефенцией, по традиции проиграли пистолетный раунд. После взятой первой оружейки, то есть при счете 1-3 в пользу поляков, в пятом раунде, посмотрите внимательно, как принимается теперь выход в дропрум, Проноксом и Эллафмейстером, насколько точны их действия. А вот еще одна интересная вариация защиты, в которой Эллафмейстер находится в коннекторе и контролирует выход в апдаун. Флюша играет один боковой плюс мидл, а все остальные трое игроков находятся в пленде и контролируют выход с дены. Но, как показал этот раунд, такой защите есть свои недостатки, потому что при выходе террористов с разных точек, Трое игроков Фнатик на бепленде просто попадают под перекрестный огонь, а позиция Эллафмейстера банально закрывается дымовой гранатой. Первая половина карты закончилась со счетом 8-7 в пользу шведов. Вот во второй половине, играя по старой схеме 2-3, Виртус Про не сможет набрать ни одного раунда. И даже игра в защите с двумя АВП после взятой паузы никак не исправит ситуацию. Поляки поиграют эту карту со счетом 7-16. Настолько четко ошлифует свою атаку Фнатик перед чемпионатом мира. Кёлин на этой карте. Польские болельщики будут недовольны таким поворотом событий, проигрышем своей команды в полуфинале, и чуть не сорвут послематчевое интервью Олафмейстера. Так что в ситуацию придется вмешиваться к капитану команды Виртус Про Виктору Войтазу, известному под ником ТАСС, чтобы успокоить фанатов команды. В гранд-финале непобедимым шведам предстояло сразиться с французами из команды Энвис. Французы допустили серьезную ошибку, они выбрали своим пиком карту ДДАС-2, карту, которая хорошо умеет играть шведы, что из команды Фнатик, что из команды Ниндзя в пижамах. И в итоге Энвисы проиграли свой пик на допах со счетом 15-19. А на второй карте ДКОБЛ они не показали ровным счетом ничего интересного. Начиная с защиты, играя опять же по старой схеме 2-3, они взяли всего лишь 6 раундов, а в атаке их ждала куча сюрпризов в виде заготовок, которые Фнатики приберегли специально для гранд-финала, и встреча закончилась с разгромным счетом 7-16 в пользу черно-оранжевых. Так хорошо подготовленная карта ДКОБЛ СТОН, которую Фнатики приберегли под конец, и которая стала в итоге решающей картой, они взяли чемпионство на этом турнире. А французы из команды Энвис принесли только разочарование своим болельщикам. Но в киберспорте, как в шахматах, та защита, которая действовала сегодня, с уверением перестает действовать и переносить свои плоды. А карта, которая была сильной, которая была пиком какой-либо команды, с уверением становится слабой. Но Энвисы, как уважающаяся команда, не могли оставить такое положение дел безнаказанным. И нужен был реванш на этой карте, а самое главное матч реванш против шведов, что преабилитировался перед болельщиками. И такая возможность им представилась чуть более чем через месяц, 27 сентября, в рамках турнира Чемпион Чемпионов в гранд-финале в Бестов 5. Французы хорошо подготовились к этой карте, они просмотрели все демки, проанализировали действия Флюша, Лофмейстера, что делает Пронакс, какие позиции занимает Кримс. Игра на этой карте в рамках этого турнира, это пример того, как нужно скрывать защиту соперника. В начале игры на карте Докобл французы пристреливались. Им нужно было понять, были ли какие-то изменения в защитных рядах у шведов или нет. Убедившись, что все осталось по-прежнему, они начали применять свои атакующие заготовки. И вот посмотрите, как в одном из раундов скрывается позиция Флюши. Он занимает свою излюбленную позицию в боковом, на него откидывается моменталка, он стреляет по таймингу, отходит, откидывает, как всегда, свою дымовую гранату, но дым никто не ждет, все кучи бегут в этот дым, потому что знают, что в этой позиции Флюша, скорее всего, один. Его сливают, дальше идет серия разменов и раунд в кармане в Энви. А в этом раунде скрывается позиция Лофмайстера. Он по таймингу откидывает смок, играет мидл, но эту дымовую гранату никто не ждет, Энви начинает выходить в этот дым кучей, Лофмейстер успевает делать один килл и начинает раскидывать, что в данном случае делать нельзя. Его разменивают, далее идет раскидка и в итоге удачный выход на Аплэнд. Уже после нескольких раундов натики должны были понять, что к их защите готовы, то есть смотрели дымку и точно понимают, что они должны делать в той или иной ситуации. Но даже смена позиций на карте, смена игроков по позициям никак не помогла Афнатикам что-либо сделать в разумительном за дефенс, они проигрывают первую половину с отсчетом 4-11. И куда более удачная игра у них получилась именно в атаке. Так что Энвисам пришлось ставить аж матч и паузу при счете 14-11, потому что у них не получалось никак набирать раунды. Но все-таки большой отрыв в счете в первой половине позволил Энвисам наконец-то реабилитироваться на этой карте, хотя счет в итоге 16-12 в пользу французов говорит о том, что им нужно еще серьезно работать над своей защитой, так как в ней есть куча пробелов. Эта карта, этот матч в рамках GFINITY чемпион чемпионов является показательным в том смысле, что Энвисы наконец-то реабилитировались на карте Декобл за свое поражение на чемпионате мира в Кёльне в 2015, а также выиграли этот гранд-финал со счетом 3-2 по картам. Будет в дальнейшем интересно посмотреть, как фнатики будут готовить свой Декобл, и будет ли эта карта являться их пиком. Но, как видите, время показывает, что те фишки, те тактики, которые действовали на одном чемпионате, со временем перестают действовать, и над картой приходится работать заново. В этом видео подходит к концу. Всем хорошего настроения. До новых встреч, ребят. Пока.